Дорогие друзья, здравствуйте! Диспансеризация 2022-2022. Что такое диспансеризация и отличается ли чем-то после ковидной диспансеризации от доковидной? Диспансеризация вообще проводится с 2013 года. На сегодняшний день мы работаем по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года, номер 404Н. И вот диспансеризация и профилактический медосмотр, они направлены на выявление хронических неинфекционных заболеваний, выявление факторов риска их развития. Вот БТО в народе такое мнение, что диспансеризация это так несерьезно для галочки, что такой конвейер людей идет, там как-то худо-бидно посмотрели всех и вроде бы как галочку поставили. Что вы как специалист, который работаете в этой теме, можете сказать в противовес? Я бы сказала, что это не так. Когда проводится диспансеризация, мы учитываем все исследования, которые прошел пациент. Например, при выявлении повышенного уровня глюкозы никто мимо не пройдет. Назначается дополнительно для уточнения диагноза сахарный диабет у пациента есть или нет на гликированный гемоглобин или же на глюкозотолерантный тест, например. Если показатели будут повышенными, направляются к эндокринологу для уточнения диагноза. Также, если холестерин будет высокий, мы тоже мимо не пройдем. Направляем на липидные фракции. Это для уточнения, грубо говоря, плохого холестерина сколько у этого пациента. Липопротеиды низкой плотности, триглицериды, которые, если их много, они отлагаются на стенки сосудов. И они являются как бы риском для развития сердечно-сосудистых заболеваний инсульта и инфаркта. Плохой холестерин есть еще хороший. Да, это липопротеиды высокой плотности, которые помогают выводить наоборот плохой холестерин. И если высокие показатели плохого холестерина, то назначаются статины. Это под контролем печеночных проб. Ну, АЛТ, АЛСТ. Именно поэтому диспансеризация имеет два этапа. Первый этап – это этап, когда обследование. Второй этап – это если какие-то найдены нарушения, то человек уже должен сам заниматься дальнейшей профилактикой или лечением. Или как-то по-другому. Первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр выявляют хронические инфекционные заболевания и факторы их развития. А второй этап – для дополнительного обследования, для уточнения диагноза впервые выявленных нарушений состояния здоровья или же впервые выявленных заболеваний. Те, кто пойдут на диспансеризацию, они смогут узнать состояние своей крови, нет ли там сахара повышенного, холестерин, давление свое в порядке или нет. И я просто пытаюсь перечислить невирусные хронические заболевания. Да, хронические неинфекционные заболевания. Инфекционные, да. Да, неинфекционные заболевания – это болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и сахарный диабет. Почему именно диспансеризация и профилактический медицинский осмотр направлены на выявление этих заболеваний? Потому что они являются первопричиной выхода инвалидности пациентов, больных. И они являются… На ранней стадии можно обнаружить какую-то болезнь с помощью диспансеризации. Поэтому те люди, которые пренебрегают ее, они могут просто какое-то течение болезни на начальном этапе упустить. А диспансеризацию в этом году проходят все люди, кто старше 40 лет, да? Нет, диспансеризация проводится 18 лет и старше. С 18 до 39 лет – это один раз в три года. Например, в этом году рожденные в 2004 году начинают, дальше в 2001, но между ними все равно проводится профилактический медосмотр. Поэтому если кто подойдет, все равно медицинский осмотр этому пациенту проводится. Или профилактический медосмотр, или диспансеризация. Если человек старше 40 лет, он должен проходить диспансеризацию любую, каждый год? То есть в любой год он может пройти? Да, старше 40 лет – это уже ежегодно. Я вот сколько раз проходила диспансеризацию, у меня все равно не всегда все идеально. Но дальше почему-то я не шла. Вот если у меня там, допустим, повышенный холестерин, мне говорили, ну, снизьте употребление жирной пищи. Ну, когда снизишь, когда и не снизишь. Дальше получается, что это уже ответственность самого человека. А вы говорите, что дальше еще какой-то есть этап, когда его курируют, продолжают курировать врачи. Я с таким не сталкивалась. Да, если выявляются факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, это все равно берется на учет. Это вторая группа здоровая называется. Если холестерин высокий, либо протеиды низкой плотности, либо протеиды триглицериды, вот эти они, если высокие, берется на контроль. Если уровень этих показателей не сильно высокий, ну, 6, 6,8, ниже 8 миллимоль на литр, то соблюдение диеты и контроль через месяц, через полтора после соблюдения диеты. Если все равно на фоне диеты не снижается, все равно риск продолжается, то уже назначение статинов. Это уже под контролем анализов, биохимических анализов крови. Ну, буду надеяться тогда, что со мной было не все так плохо, поэтому дальше меня не отправили под кураторством врачей лечиться. Давайте расскажем об алгоритме прохождения диспансеризации. Что для этого нужно? Первый этап какой? Первый этап диспансеризации начинается с опроса анкетирования, где выявляются факторы риска курения, употребления алкоголя, низкая физическая активность или нерациональное питание. Вот это выявляется в этапе проведения анкетирования. Антропометрия, рост, вес, окружность талии, тут выводится индекс массы тела, есть ожирение у человека, пациента, или же повышенный вес. Это тоже является фактором риска. Так, измерение артериального давления, измерение уровня холестерина в крови, глюкозы в крови, определение абсолютной или относительной сердечно-сосудистой системы. Также, ну, краткое индивидуальное консультирование, это вот на этапе профилактического медицинского осмотра. Также, электрокардиограмма, определение внутриглазного давления, но это тоже по возрастам, исследование кал на скрытую кровь, флюорография, простат, специфический антиген, это у мужчин, маммография женщин, осмотр фельдшера или акушерки, или гинеколога со взятием маска на онкоцитологию, общий анализ крови. И ФГДС проводится только в возрасте 45 лет, это 1977 год рождения. А кто-то может, например, диспансеризацию пройти частично, то есть, допустим, отказаться от ФГДС, и будет ли тогда всё равно на руках там результаты анализов, и не будут ли заставлять дальше? Ну, в это исследование пациент имеет право отказаться, для этого он пишет заявление, что отказывается от этого исследования. Если 85% диспансеризации, из этапов диспансеризации пройдено, то эта диспансеризация считается заключительной, ну, уже проведена диспансеризация. То есть, это не обязательное мероприятие, которое должен пройти каждый человек, он может и проигнарировать? Все исследования с согласия самого пациента. Самый первый этап всё-таки, это, наверное, нужно позвонить и записаться, да, либо подойти по какому-то адресу и пройти. Ну, в нашей Якутской городской больнице номер 3 можно записаться через колл-центр единый номер 122. Именно говорите, что вы записываетесь на диспансеризацию. Также можете подойти по адресу Лермонтова, 121, 4 этаж, кабинет номер 425. И сколько времени занимает прохождение всех врачей, потому что там достаточно много процедур? Если пациент с утра пораньше подошёл натощак, то диспансеризация первого этапа за один день можно пройти. Кардиограмму пройти, анализы сдать. Ну, первый этап в основном гинеколога или вот акушерку пройти. За один день можно пройти. Только вот заключение и осмотр терапевта на следующий день. А чем отличается диспансеризация от профосмотра? Когда мы, допустим, проходим обязательный осмотр, чтобы дальше приступить к работе. То есть иметь какую-то картину о своём здоровье и понимать, что дальше ты можешь продолжать вести тот же образ жизни, который её относительно здоровый желательно. Ну, профилактический осмотр и диспансеризация определённых групп взрослого населения, они друг друга дополняют. Профилактический осмотр, ну, медицинские исследования, ну, как сказать, меньше в профилактическом осмотре. Но если на уровне профилактического медосмотра выявляются состояния или заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или учёта, они направляются вне рамок профилактического медицинского осмотра на дальнейшее дообследование. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете к нашему разговору присоединиться по телефону 320066 и 321166. В нашей студии сегодня врач, терапевт отделения медицинской профилактики городской больницы номер 3 города Якутска и Янукунанова. Мы говорим о диспансеризации 2022. И во втором блоке, я думаю, что мы продолжим об этом говорить, расскажем про углублённую диспансеризацию. И всё-таки есть ли какое-то отличие от диспансеризации, которая была до пандемии и после пандемии. И предлагаю нас не терять. И через буквально короткую рекламу мы снова вернёмся в прямой эфир. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня» в нашей студии терапевт отделения медицинской профилактики города Якутска, больницы номер 3 города Якутска, Ия Нукунанова. Мы говорим о диспансеризации 2022. И я узнала, что оказывается, кроме обычной диспансеризации, есть ещё углублённая диспансеризация. Что это такое? Расскажите. В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации, граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией и диспансеризацией, COVID-19 проходят углубленную диспансеризацию, которая включает исследования или иные медицинские вмешательства в соответствии с перечнем исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации. Углубленную диспансеризацию могут пройти не только переболевшие граждане, но и может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствует сведения о перенесённом заболевании. Что включает углубленная диспансеризация? Также профилактический медицинский осмотр, все этапы, как диспансеризация, все этапы диспансеризации. И плюс к этому исследование сатурация, это определение насыщенности, насыщение кислородом лёгких, ну сатурация, да, называется. Тест с шестиминутной ходьбой, потом тоже измеряется сатурация, а также в случае выявления патологии, то направляется на второй этап. Это УЗИ сердца, то есть эхокардиография, компьютерная томография лёгких и УЗИ брахицефальных артерий нижних конечностей в случае повышенного дедемера. Это определение густоты крови, проще говоря. Как проводится углубленная диспансеризация? При определении сатурации, если ниже 94%, пациенту не проводится тест с шестиминутной ходьбой. Ему сразу назначается обследование УЗИ сердца и КТ органов грудной клетки на этапе уже фельдшера сами направляет. До осмотра терапевта можно направить. И также на дедимер, это вот исследование крови. Если ниже 94% сатурации, сразу направляется на этот этап. Если сатурация при первом осмотре выше 94%, то идёт на тест с шестиминутной ходьбой. В течение шести минут и после окончания этого теста определяется тоже сатурация. Если сатурация в таком случае, если тоже снижается, тоже направляем на дообследование. Тогда можно сказать, что тем людям, которые перенесли ковид, диспансеризация, это не то, что пойду, не пойду, а обязательно нужно пройти? Желательно, конечно, обязательно нужно пойти. И кроме вот этих тестов, ещё и спирография или спирометрия. Это определение жизненной ёмкости лёгких, определение проводимости лёгких, дыхательных путей. У нас пандемия уже, к сожалению, не первый год. Вы, как врач, который работаете на диспансеризации, отслеживаете здоровье людей, которые приходят, проходят её. Как вы можете сказать, насколько ухудшилось состояние здоровья нашего населения? Потому что, ну, сейчас каждый, не знаю, второй, третий точно уже переболел ковидом. И есть ли разница в результатах анализов тех людей, которые, допустим, были привиты и переболели ковидом, или же прививка их уберегла? Ну, это же тоже минимально болели с прививкой, значит. И те, которые, допустим, не привиты. Можно ли как-то так своё мнение сказать, профессиональное? Вот углубленная диспансеризация у нас проводится с июля 2021 года. Это, получается, новшество после пандемии на диспансеризации? Да, после пандемии. До пандемии такой не было. И начинается осмотр терапевта с изучения заполнения анкеты пациента. Там имеется состояние после ковида, в какую сторону, ну, какие изменения чувствует пациент после ковида. И какие изменения обычно чувствует изменение пациента после ковида? В основном это выпадение волос. У многих, очень многих, они жалуются на выпадение волос. Также на плохое восстановление обоняния, вкуса. У некоторых сразу восстанавливается, у некоторых очень долго сохраняются вот именно вот такие нарушения. А долго это сколько долго? У некоторых до года. Так, а также... Ухудшение зрения, да, по-моему? Ухудшение зрения, жалуются на ухудшение зрения, на одышку. У кого патология сердечно-сосудистой системы, у них одышка, усиление одышки. Переносимости физической нагрузки тоже повышается. Также вот у некоторых продолжается кашель, тоже продолжительный кашель. И по итогам, если даже у них сатурация в норме, ну, выше 94, да, на основании их жалоб мы направляем тоже на дообследование вот этих, вот этой патологии. 94 – это, получается, низкая отметка сатурации. А насколько долго восстанавливается сатурация? Потому что я знаю, что у больных, перенесших ковид, сатурация ещё потом, когда уже ковид вылечивается, какое-то время на низкой отметке, до 94. Каждый организм человека, он индивидуален. Я не могу сказать, что кто перенёс именно пневмонию с 70-процентным поражением, у него долго будет держаться сатурация низкая. Нет, у каждого по-разному. Как реагирует организм, как быстро восстанавливается организм пациента, от этого зависит. О чём говорит, когда сатурация низкая, остаётся на отметке до 94, если, допустим, человек уже по анализу, он здоров от ковида? Что с лёгкими в этот момент? Почему сатурация не выросла до нормы, до 98, при наличии отрицательного ПЦРа? Ну, сохраняется, значит, сердечно-лёгочная недостаточность, дыхательная недостаточность. Вот поэтому направляем на компьютерную томографию лёгких, если у него в течение года не проводилось. Если этот пациент, например, переболел в 2020 году, через год его можно направить повторно на компьютерную томографию, насколько у него показатели последние улучшились. Также на УЗИ сердца, там какие изменения. А дышка же не только именно зависит от состояния лёгких, но и сердечно-сосудистой системы. Да, сложности, конечно, с этим заболеванием. Скажите, а как восстанавливаются ли лёгкие? Вот, допустим, поражение лёгких, оно же до 100% даже доходило у тех, кто заболевал ковид. И как потом лёгкие восстанавливаются, они выздоравливают обратно, чтобы 100% было здорового? Или всё-таки остаётся какой-то процент лёгкого, что он не подлежит восстановлению? После вирусной пневмонии в основном восстановление полностью идёт. Есть восстановление. А после бактериальной пневмонии в основном обычно могут быть эти пневмосклеротические изменения. А после вирусной пневмонии в основном восстановление идёт. Это всё, вы говорите, ковидная пневмония? Ковидная пневмония. А какие у вас советы, как у специалистов, для тех людей, которые хотят быстрее восстановиться? Что для этого делать? Выходить на улицу, делать вдох, который, говорят, носом, выдох, ртом? Обязательно ли это на свежем воздухе? Либо можно просто в домашних условиях делать какие-то упражнения, чтобы помогать своим лёгким восстановиться? Либо необходим массаж? После выписки из стационара, кто перенёс вирусную пневмонию ковидную, при выписке выдают рекомендации. Там для дыхательных упражнений, после выписки они должны делать также реабилитационное лечение, реабилитация. Это через участкового терапевта можно пройти, если поражение лёгких было. Для повышения иммунитета бронхолёгочной системы иммуномодуляторы можно принимать. Ну, конечно, если человек курит, отказ от курения, вести здоровый образ жизни. Далее уже по состоянию, по самочувствию. А в чём плюсы реабилитационных центров после ковида, нежели, допустим, если человек себя более-менее нормально чувствует, он будет заниматься сам дыхательной гимнастикой в домашних условиях? Реабилитационное лечение, конечно, это под руководством специалистов. Они специалисты своего дела. Они будут контролировать первое время, будут обучать. Также по образу жизни тоже все рекомендации будут выданы. И после реабилитации, конечно, восстановление идёт быстрее. А что туда входит в реабилитационную программу центров реабилитационных? Насчёт, какие у них программы, я не могу сказать. Мы только направляем туда. Давайте тогда поговорим о тех заболеваниях, которые вы сказали, выявить которые являются целью диспансеризации. Если такие заболевания присутствуют, вот, кстати, после ковида, насколько они отягощаются, эти заболевания, если они уже у человека, допустим, были предпосылки, или там гибертония была, и какие показания к тому, чтобы восстановиться? Ну, или, может быть, я как-то вопрос неправильно сформулировала, просто об этих заболеваниях, что делать, если они обнаружены на ранней стадии? Ну, если со стороны ковида посмотреть, у кого патология сердечно-сосудистой системы, патология лёгких, они тяжелее переносят. У кого сахарный диабет, тяжелее переносят пневмонию, и вообще ковид они тяжело переносят. И насчёт, вот, тоже вакцинации хотела бы сказать, вакцинированные пациенты, они легче переносили, именно вот ковидную пневмонию легче они переносили. Это было уже при анкетировании, да, понятно, когда говорили? Да. То есть, по последствии было меньше? Меньше. И они как-то быстрее восстанавливаются. Прививка остаётся пока единственным возможным таким препаратом, который может уберечь. А что про ревакцинацию вы можете сказать? Ну, у нас уже сейчас будет очень скоро реклама, я думаю, в третьем блоке. Вы поделитесь своим мнением о том, через сколько лучше ревакцинироваться, если это уже делает человек второй раз. Ну, и расскажем организациям, тем, которые хотят в таком групповом порядке пройти диспансеризацию, как это правильно сделать. Слушатели и зрители, не прощаюсь с вами, очень скоро вернёмся после короткой рекламы, оставайтесь. Дорогие радиослушатели, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня» в нашей студии гость – терапевт отделения медицинской профилактики городской больницы номер 3 города Якутска Ияну Кунанова. Мы говорим про диспансеризацию 2022. Телефоны прямого эфира 320066, 321166. По ним вы можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы специалисту. В первом блоке мы рассказали о том, какой алгоритм для человека, который хочет индивидуально сам пройти диспансеризацию, так для себя решил. И для этого ему нужно прийти, ещё раз напомним, в поликлинику, которая находится в районе Гемеин. В поликлинику номер 3 подняться на четвёртый этаж и в 426 кабинете, в 25 кабинете он получит все дальнейшие рекомендации, куда ему и во сколько подойти. С 8 до 3 часов это можно сделать. Либо можно записаться по телефону колл-центра, напомните, пожалуйста, в 122 и уже подойти по определённому времени, по записи. Как быть организациям, которые хотят для своих сотрудников провести диспансеризацию? Пользуясь случаем, я бы хотела руководителям организации попросить, чтобы они отправили заявки на адрес электронной почты ЕГБ-3. Это на сайте городской больницы номер 3 есть, на проведение диспансеризации. Мы делаем выезд на месте на организации и в течение дня анализы, кардиограмма, спирография, вот это всё будет проводиться. И потом, после результатов анализа всех исследований, консультация терапевта. Вы уже сказали о том, что цель диспансеризации это выявить на ранней стадии неинфекционные заболевания, болезни. Это такие, как болезни кровообращения, системы кровообращения, органов дыхания, сахарного диабета, онкологии. И, может быть, давайте остановимся на онкологии, как может помочь диспансеризация выявить на ранней стадии онкологическое заболевание и насколько успешным будет для человека то, что на ранней стадии это определилось, какие дальнейшие действия и выздоровление, насколько возможно. Ну, для женщин и мужчин немножко отличается это скрининговое исследование. Ну, флюорография для всех это одинаково. Если какие-то изменения по флюорографии, мы направляем на рентген или на коты органов грудной клетки. Там заболевания злокачественные может быть, ну, лёгких можно выявить, да. Так, и онкоцитология, взятие мазка шейки матки и осмотр акушерки или фельдшера для женщин от 18 до 64 года. Это на рак шейки матки, да? Это на раковые заболевания женских половых органов. Так, для женщин от 40 до 74 это маммография. Это определение злокачественных новообразований молочных желёз. Так, исследование кала на скрытую кровь для определения онкологии кишечной системы. Так, для мужчин это определение ПСА, то есть простат специфического антигена. Там определённые возраста. Года рождения 1977, 1972, 67, 63 и 58 года. Это для определения онкологии мужских половых органов. Также им тоже кал на скрытую кровь от Саркада 64 лет. Вот подготовка перед сдачей кала на скрытую кровь обязательно. Три дня соблюдать диету, мясное не кушать. Также именно красящие вещества, продукты, которые содержат красящие вещества. Например, свеклу. Чтоб не было ложного положительного анализа. Получается, в принципе, все основные органы на онкологию можно посмотреть при помощи диспансеризации. Да. А раньше был какой-то такой анализ, маркёры, как правильно, или маркёр. Кровь просто сдавали на... Онкомаркёр. Да, 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 да. И вот по результату крови можно было просто понять, есть ли у тебя вообще в организме предрасположенность к онкологии. Ну, в эту диспансеризацию они не входят. Они отдельно проводились как... Ну, это просто удобнее же. Ты сдал только один анализ, и всё, вроде как... Ну, это тоже не абсолютный показатель. Так точнее. Да. А чем отличается поход на диспансеризацию от похода к обычному терапевту, который тоже может выписать все вот эти анализы, и так же ты можешь... Да, так же вот через отделение медицинской профилактики, через своего участкового терапевта, а так же можно пройти диспансеризацию. Ну, просто можно выиграть время. Если человек пропускает уже сколько-то лет подряд диспансеризацию, он рискует... Пропустить именно на начальном этапе, вот именно на хронические неинфекционные заболевания. На начальном этапе выявить и лечение будет легче, чем уже на последних стадиях заболевания. А что делать тем людям, которые, допустим, не могут выйти из дома и прийти, пройти диспансеризацию? Потому что тут же... Они могут обратиться к своему участковому терапевту. Ну, тут достаточно, вот то, что вы перечислили, много, большое обследование. Они на дому берут анализы. То есть вот это все можно провести диспансеризацию даже на дому? Да, по желанию пациента, да. Ну, это очень хорошо. И пока была реклама, вопрос слушателя или зрителя нашего о том, повторная ревакцинация, когда ее лучше делать. Первая ревакцинация рекомендовали нам сделать ее через 6 месяцев после первой прививки. А вот вторая ревакцинация, вы как специалист, что можете про это сказать? Кто-то говорил, что так же через 6 месяцев, кто-то говорит, подождите 10, кто-то говорит, ждите год, чтобы так часто тоже иммунитет свой не провокцировать. В данное время руководствуемся по эпидситуации. Если эпидситуация, карантин продолжается, то через 6 месяцев. После заболевания, что после ревакцинации, через 6 месяцев. Сейчас нас пугают еще каким-то новым видом коронавируса. Говорили, к весне прям будет все это, но вроде весна уже пока заканчивается. Пока нету. Кажется. И как у вас прогноз как специалиста, как пройдет весна для нас? Остался май, весенний самый такой месяц праздничный. И может быть у вас есть какие-то рекомендации, как у врача, для тех, кто нас слушает, сейчас и смотрит, как уберечь свое здоровье в такое наше неспокойное время? Ну, одеваться по погоде, это самое главное. Избегать переохлаждения поливитамины, иммуномодуляторы. Также иммуномодуляторы можно пить, даже если ты себя чувствуешь хорошо, все равно нужно иммунную систему поддерживать. Ну, если есть у вас хронические заболевания легких, хронические заболевания, сердечно-сосудистая система, для повышения иммунитета можно принимать поливитамины. После тех, у тех людей, кто перенес ковид, у них получается, что все равно какие-то заболевания либо появились, либо обострились, тогда, значит, можно сказать, что им модуляторы нужны. При выписке из стационара обычно им тоже рекомендуют, ну, например, бронхомонал рекомендуют. Там он пьется же 30 дней, по-моему, да, или сколько-то? Нет, 10 дней, потом через 20 дней повторить. Ну, это можно два раза в год, осень-весну, да, сделать? Ну, соблюдать здоровый образ жизни. И проходить диспансеризацию. И проходить диспансеризацию. Которая проходит в поликлинике номер 3. По адресу Лермонтова, 121, 4 этаж, кабинет 425, или записаться через колл-центр номер 122. Пройти можно с 8 до 3 часов в будний, каждый день? Каждый день с 8 до 3 часов. Выделить какой-то один день для себя удобный, свободный, и провести его в стенах поликлиники. Номер 3. Узнать о том, в каком состоянии находится твое здоровье. Если какие-то есть начальные этапы болезни, то суметь их предупредить и таким образом себе помочь. Как вы сами уберегаетесь в наше время? Ну, я сама вакцинирована, ревакцинирована. И, конечно, соблюдение всех мер предосторожности именно по эпид-ситуации. А вторую ревакцинацию вы для себя как определили, когда будете? Через сколько месяцев? Через 6 месяцев. Потому что вы занимаетесь вот такой профессией, которая сопряжена... Это я для себя. Именно не только потому, что я работаю в отделении профилактика, а именно для себя. Я тоже хотела через 6 месяцев повторно привиться. Пришла в прививочный кабинет и поинтересовалась, что стоит ли мне. Мне сказали, что подождите 10 месяцев, чтобы свой иммунитет слишком не перегружать. Если можно избегать каких-то мест скопления людей, носить маску, что я всегда делаю. Кстати, как вы к ношению масок? Мне понравилась эта идея. Я хочу ее оставить вообще для себя на всю оставшуюся жизнь. Мне нравится, что маски сейчас норма в автобусах, в общественных местах. Мне кажется, это очень хорошая привычка. Вместе с тем, что везде стоят кондиционеры, где ты можешь обработать руки. Ну, конечно, так и есть. С инфицирующим средством. Спасибо большое вам за информацию. Я надеюсь, мы сегодня рассказали что-то полезное для наших слушателей и зрителей. И кто-то обязательно примет решение пройти диспансеризацию, узнать о своем здоровье. Я лично задумалась и хочу это сделать. А нашим слушателям и зрителям я напомню, что сегодня в нашей студии гостила терапевт отделения медицинской профилактики городской больницы номер 3 города Якутска и Накунаново. Всех хочу поблагодарить за ваше внимание, слушателей и зрителей. И пожелать всем хорошего вечера и беречь свое здоровье. Сегодня мы рассказали о том, как это можно и нужно делать. Всем хорошего вечера. Спасибо за внимание. Всего доброго.